брина пушок умер я вчера вечером его проверял и ночью он еще был здоров видимо все таки кошка или еще кто-то его все таки как-то поймала я даже не знаю что сюрприз под утро блин пошел я с гошей немного развеять мысли погулять много грибов тут собрал чтобы отойти немного от всего случившегося того что пушка не стало блин я даже выразить свои мысли не могу что но насколько это неприятно тяжело и как-то так можно сказать подкосило проснуться и понять что у тебя не стало птицы да он у меня не так много пробовал не год не не полгода но все равно вот очень быстро животное как-то проникают в жизнь и расставаться с ними крайне тяжело очень сильно к нему привык и да я понимал что до того как он получил травму я планировал его вылечить провериться и отдать центр реабилитации чтобы он одичал и его выпустили в природу чтобы не был домашним как и кардинала вот да и в целом кардинал к нему привык к пушку и пушок кардинала тоже привык вместе они играли тусовались прыгали бегали в принципе радовались жизни тут вот так вот случилось что очень жаль думал насчет того почему так случилось как его же лечили антибиотики давали и все такое но меня даша предупреждала что если его потрепал кошек стать жарко стало если его потрепал действительно млекопитающие то есть собака кошка там еще кто-то то есть риск того что он отъедет умрет в принципе как и случилось и дело в том что слюна там или еще какие-то частицы животных вот именно млекопитающих они действуют как я для птиц если там кошка укусила птицу да там птица первое время первое время ей ничего не будет ее начинаешь лечить и в какой-то момент нам просто погибает и все и тут даже ты если делаешь посев там сдаешь анализы вот а птица то тебе могут не успеть прийти анализы результаты анализов чтобы выявить ну какие-то показатели то птица не доживая до результатов вот и тут как бы 50 на 50 была вероятность того что выживет не выживет я очень надеялся что это было было не кошка не собака его но так случилось до сегодняшнего дня до сегодняшнего утра с пушком было ну в принципе все нормально он был бойкий старался упрыгать улететь от меня был ел хорошо но вот как то вот так вот то есть помните может когда-то рассказывал вам что птицы не показывают до последнего не показывают что они больны пока не стану пока ее не становится вот не видимо пушка то же самое было вот и хотел бы еще у вас просить были вы были ли у вас такие случаи истории что вы теряли животных но если вы старше 25-30 то наверняка теряли можете написать свою историю в комментариях чтобы ну как как-то высказаться если тем более это случилось недавно то ну давайте так вот таким образом хотя бы друг друга поддержим морально и надеюсь то что вы выскажитесь как-то это станет вам легче у нас прошел уже целый день вчера вместе с дарьей делал вскрытие пушка но не мог я оставить его просто так без выяснения причины почему он умер и что вообще случилось и кстати не зря но на это согласился на это пошел как оказалось первое что сразу бросили бросилась в глаза это дыра отверстие пищеводе то есть под сердцем но вот я фотографии буду прикладывать и объяснять рассказывать так по памяти после того как вынул сердце под сердцем видна была дыра передней стенке пищевода через эту дыру можно было но в прямом смысле засунуть еду протолкать и вверх по пищеводу и она бы вышла через рот и это аномалия была видимо врожденная потому что каких-то признаков повреждений или проколов порезов недавних но этого не было иди сюда где-то также у пушка были воспаленные даже не воспаленная а очень огромная печень печень почки была огромная селезенка то есть раза в три наверно больше нормы печень занимала почти весь живот далее легкие легкие были нормальные радовала почки тоже были раза в два в три больше нормы вот сравнение нормальных почек и почки которые были у пушка при вскрытии желудка было видно что в желудке было две язвы или 22 больших рубца вот они тут и вот тут это не я разрезал когда вскрывал желудок а это уже было видно что раны такие застарелые немного не от пореза то есть у сара у этой сороки это сорока действительно можно эту сроку бы действительно можно назвать самой неудачной наверное сорокой в этом году вот и не по той причине что кто-то ее там ударил что-то сделать не а и в плане здоровья и спровоцировать смерть могло все что угодно но вот вот эта ранка перелом который случился даже ладно если был бы просто перелом то инфекция извне она бы не попала и не так быстро убила бы и то что он прожил семь дней но это можно сказать чудом что так долго протянул еще по нему было видно что организм начал сильно истощаться потому что весел пушок до того как его начали лечить весил он 195 грамм и 190 вот после смерти я взвешивал он весил 150 грамм но когда уже когда уже умер вот на это было видно по груди не потому что у него она просто впала то есть вот помните показывал кардинала когда его нашел он был сильно истощен вот но потом его откормил и как бы сейчас хорошая такая массивная грудь плюс он еще летает вот но пушка так вот такое истощение опять произошло каким я его и нашел но такие вот не очень приятные новости такие вот факты вскрылись все это но достаточно грустно спасибо вам большое что поддерживаете поддерживаете в комментариях вообще там пишите кто-то даже звонит и вот этот товарищ в особенности гоша гоша очень сильно помогает улетел берегите себя берегите своих животных пусть они будут здоровы и вы тоже будьте здоровы спасибо за просмотр и всем хорошего дня